ребят всем большой привет и сегодня у меня такая эстафета такое будет видео эстафета 10 раз в 10 вопросов что-то такое называется обо мне или 10 фактов обо мне неважно мне передала эту эстафету галя галя из франции я оставлю ссылку в инфобоксе на галин сайт на ю тубе вот и в общем галюшка сделала такое такое видео я тоже кто-то там его передал еще она передала его галине из италии мы с галочкой тоже общались потом что-то как-то растерялись поэтому можете зайти еще в галине короче говоря девчонки мальчишки и там алочка провансалочка тоже если сделала хорошо ролик на эту тему если нет то ей тоже передали может быть она тоже сделала короче вам в инфобоксе набросаю такие интересные на мой взгляд youtube каналы девчонок которых я смотрю и которые тоже вот галя сделала из франции галя из италии сделала и может быть алла сделала коли я еще не заходила ну думаю что наверное она тоже взяла эту эстафету так что их сайт я вам набросаю внизу вот ну и так поехали по вопросам история вашего имени вы знаете я честно говоря не очень знаю историю моего имени я только знаю что назвал меня папа ольга это был папин вариант имени и ну не знаю мама не стала просто спорить наверное все поэтому ольга назвал меня папа если честно я не знаю хорошо или плохо мне иногда кажется лучше по меня как-то по-другому назвал почему спросите потому что когда если вы прочитаете про имя ольга то вы поймете там много много ответов вы там найдете на на то почему я так сейчас говорю вот и так дата рождения значит дата рождения но у меня я все знают что это у меня октябрь месяц мне сейчас 46 лет ну и вот если из этой серии вот и считай вот и считай короче кому надо тут посчитает сколько мне лет вот а сейчас мне 46 лет на данный момент поехали страна и город в котором я родилась но я родилась еще тогда было ссср и в москве я родилась москве значит про а профессия сушки я тут выписала просто вопрос и так сама написала как курица лапой потому что снимают так быстро спонтанно девчонок сейчас посмотрела два видео и думаю и я побегу сразу снимать не отходя от кассы поэтому так как говорится сразу быстро себе накатала и побежала и так профессия смотрите профессия профессии это наверное какие дипломы у меня есть и кем я работала ну тогда начнем так самый первый диплом который я получила это у меня был медсестра широкого профиля в 90 в начале 90 года я получила этот диплом должна была в девяносто втором году закончить медицинское училище но так как я же брала два года академки то я закончила училище на два года позже в общем девяносто четвертом я закончила медицинское училище и первое образование у меня медсестринская медсестра потом было еще два образования два высших у меня образование но выше я заканчивала вечерку вечерний институт и то что я в это время работала и на вечернем училась 6 лет я отрубила на вечернем в первом институте, и уже заканчивая вечерний институт, это был у меня шестой курс, я поступила еще в одно высшее учебное заведение, отучилась там три года, и второе образование у меня тоже высшее, это юрист, то есть я по второму высшему образованию юрист. Дальше, так что это что касается профессий, а да, это дипломы, дипломы, так, значит, а что касается работы, я работала по профессии медсестра, я работала чуть-чуть совсем, получилось так, что я отработала сразу после медицинского училища, совсем короткое количество времени, и ушла на вот это вот, вот на это вот, все женщины поняли, о чем я говорю, и с медициной после этого распрощалась на много-много лет, ну потому что сначала сидела с ребенком, потом у меня немножко съехала крыша, и я не смогла продолжать учебу в медицинском, хотя мечтала об этом, но я на тот момент напокупала себе кучу книг по онкологии, я тогда еще онкологией увлекалась, и мечтала работать на коширке в этом нашем институте онкологическом, вот, имени Блохина, который, где я проходила практику, ну и в общем, где меня там все знали, любили на тот момент, и ждали, что может быть я туда вернусь, вот, но так вот получилось, что в какой-то момент у меня съехала немножко планка, и я не смогла пойти работать в медицину, стала находить у себя все возможные симптомы и болезни, и поняла, что надо прекращать, и как раз уже тогда вот у меня начались эти приступы, когда я не могла глотать, ну и прочее, в общем, все, я завязалась в медицинской теме, поняла, что туда мне вот пока дорога заказана, вот, иначе это меня приведет уже в дурдом, а не в онкологический центр, ну и короче, дальше. Потом по первому своему высшему образованию я проработала 11 лет в этой сфере. Дальше, и по второму образованию своему по-юридическому я проработала не очень много, я проработала, сейчас я вам скажу сколько, значит, наверное, два с половиной года я проработала в качестве юриста, но я даже не совсем юриста, знаете, как я проработала, я совмещала работу директора маленькой компании с юридическим как бы образованием, то есть уже получив юридическое образование, я работала директором маленькой компании одной, и просто оно мне нужно было для того, чтобы принимать претензии граждан, отвечать на эти претензии, там, ну понимаете, да, иметь какие-то судебные дела, вот, а потом я захотела усилить свою квалификацию, заодно ушла из первой сферы работы, и нашла работу, вот, как раз именно по, меня взяли в крупную тогда, в крупную компанию, я, но взяли меня на должность юрископомощника, что-то такое там было, короче говоря, как юрисконсульт я должна была, сначала помощника юрисконсульта, потом юрисконсульта, вот, и я работала под адвокатом, то есть я собирала, как бы, претензии компании, которые приходили на месте, прорабатывала их по всем отделам, и обсуждала сложные случаи с адвокатом, адвокат ходил в суд, вот, в общем, готовила документы, как бы, ну вот так вот, и в этом я проработала мало, совсем полгода, и ушла сама тоже из компании, не сработалась я там, вот, так что это, что касается работы, потом я вернулась, 20, каком лет прошло, вернулась в медицину, ну, я, по-моему, рассказывала как-то кратенько об этом, я восстановила свой медицинский диплом, вернулась в медицину, ну, правда, хотела заниматься ЛФК, но тоже тут у меня ничего не срослось, пока хотела заниматься, вертолетик летит в ЛФК, значит, а попала, на самом деле, знаете, хотим одного, а получается другое, хотела работать в ЛФК, а попала в другое отделение, совсем, в трансплантологии органов, в хирургическое отделение, где занимались, и занимаются трансплантологией органов в крупном медицинском центре в Москве, вот, поработала там недолго и тоже ушла оттуда, собственно, всё, а сейчас я работаю, вы все знаете где, я работаю продавцом и консультантом одной из парфюмерно-косметических сетей, крупной сети у нас в городе Москве, вот, это что касается профессии, по-моему, ответила, уж куда более вам развернуто, поехали дальше, в каких странах бывали, о, в каких странах бывали, значит, бывали, да, где мы не бывали, да, мы нигде не бывали, ну, нет, значит, мы бывали во Франции, вот я попробую сейчас вспомнить, попробую, наверное, что-то забуду, конечно, потому что, ну, так, во Франции бывали в италии бывали в монако бывали вот монако неоднократно бывали мне там очень просто нравится и там конечно круто но дорого но но классно был монако мне очень нравится ладно дальше болгарии греции в египте в болгаре греция сказала в египте значит ашу еще где еще не чуть-чуть она а ну швейцарии само собой потому что рядом с францией да вот рядом там где у нас дом находится швейцарии бывали помните это был ли вы на таите да таите-таите нас и тут неплохо кормят ну так дальше ладно в арабских эмиратах бывали в амане потому что тоже помню из эмиратов ездили вам а вот вам они бывали в арабских эмиратах тоже была несколько раз мне отрываться с арабских эмиратах но последний раз я там была давно на году две тысячи семь или шестом я была последний раз несколько со арабских эмиратах вот а первый раз мы поехали в девяносто пятом или в шестом году в эмираты ну тоже было классно тот самый первый наш поездка в эмираты и потом вот через 10 лет я туда вернулась так ну на украине понятно кто многие из нас нами почти все были на украине да поэтому конечно украине было это сейчас за граница все-таки ну ну за границей мы спросили это вот так чтобы как-то пожить посмотреть страну поездить на экскурсии наверное я не знаю может что-то еще забыла но вроде как вот так вот вроде на память все проездом больше пара ездам еще наверное хорватия словакия словения румыния и что-то еще какая-то еще страна вот ну все в абхазии еще было отдыхали там просто все наверное мне кажется это все что я вспомнила дальше таланты я не могу сказать что я какой-то талантливый человек но я думаю что таланты скорее ну как-то так условно ну так в общем да где как бы мои может быть сильные стороны так я думаю я часто говорю что я никакая там не талантливый я девчонки посмотрел там девчонки кто там за садом ухаживает вот галюшка из франции она вот у него там шикарные гортензии в саду галя из италии она там готовится а мне стыдно сказать я не сильно ошибка короче не очень хорошая хозяйка это я мягко вам просто говорю мягко я очень после если честно то я прям посредственная хозяйка вот правда девки как это посредственная хозяйка поэтому и мужчины да вот не думаете что я такая хорошая хозяюшка нет это не так вот или сейчас нам не не стыдно со всем не мыши иногда готовились ты того не стыдно если я вот ну ну и не люблю я все это делать нам в чем я должно быть стыдно не понимаю я делаю это одно дело но для меня это работа не более и не менее убираться в доме работа готовить каждый день работа но я же ее делаю, ну, я же не говорю, что, ну, почему я должна это любить, ребят, я вот этого никогда не понимала, верите, не пойму, я это делаю как работу, как вид деятельности, работы, все и все, никакого кайфа я не получаю от этого, абсолютно, поэтому, значит, и так, ладно, а то уж совсем подумаете, что я совсем бесталанная какая-то, но надеюсь, что это все-таки не так. Я талантливая, прям сейчас серьезно соберусь, талантливая, знаете, в чем, утрировано, ну, уж если так стоит вопрос, я умею дружить, я считаю, что это качество, если хотите, можно его приравнять к таланту, я мало вижу людей, которые, им только кажется, что они умеют дружить, но нихрена они, ребят, не умеют, вот реально, но не умеют они ни дружить, ни какую-то нести ответственность за человека, им просто так кажется, и это очень легко сказать, вот это, мы очень любим вот это вот все эти слова, я там, да, у меня друзей там много, да, или, ну, не знаю, там, копни, и не какие-то, ну, так, да, или какие-то короткосрочные отношения, или были друзья, потом таких, потом куда-то они делись, короче говоря, вот, не умеют, ребят, дружить, умеют, но не все в нашей жизни, поэтому, если я с кем-то дружу, то я дружу, а если не дружу, то не дружу, поэтому, вот, наверное, верность людям и верность отношениям, о, это, наверное, у меня вот, мне кажется, с самого детства заложилось, знаете, чем, мне кажется, прочтением добрых, умных и хороших книг, и просмотром хороших фильмов, вот, как у меня это, мне кажется, знаете, наложилось с детства, что, вот, верность, честь, совесть, достоинство и, ну, главное, верность, понимаете, так у меня вот это вот и идет, и я, ну, наверное, хвастаться нехорошее слово в данном случае, но, но моим другом стать непросто, вот, это, это одно я могу сказать, просто потому, что сейчас уже вообще, наверное, невозможно, сейчас я вообще уже никому не доверяю, поэтому это просто, мне кажется, ужасно, но невозможно, дальше, а, да, что еще, да, я умею слушать и давать ценные советы, вот, ребят, хотите верьте, хотите нет, я сама не знаю, как конкретно поступить, допустим, в моей ситуации, да, то есть, касаемо меня я могу теряться, я могу теряться, меня обуревают разные чувства, эмоции, я же, это, и у меня одно туда тянет, другое сюда, но когда касается дело другого человека, любого другого родственника, не родственника, кого угодно, коллегу там, знакомого, у меня как-то, знаете, четко картина мира видна, и я всегда дам, ну, люди, в общем, люди идут ко мне за советом, так было всегда и продолжается, мне кажется, с самого, знаете, вот с такого вот возраста, я вам клянусь, люди всегда мне рассказывают все секреты и спрашивают советы, я всегда этому удивлялась, ну, это так, наверное, это талант какой-то, я не знаю, я, знаете, у меня же на лбу не написано, что мне можно все рассказать, и все это останется как в могиле, вот, поэтому, ну, почему-то, наверное, как-то считывают люди, вот, дальше, вот это, наверное, больше, мне кажется, у меня нет никаких талантов особенных, так, а, увлечения, есть еще вопрос такой, увлечения, помните, у меня было видео, где я рассказывала, что такое 7 фактов про меня, я рассказывала, что у меня в детстве была куча увлечений, я очень такой увлекающийся человек, мне нравилось все, мне нравилось все абсолютно, да, там, как люди шьют, я шить не люблю, но люблю смотреть, как кто-то что-то делает, там, бадминтон, баскетбол, я не знаю, волейбол, ушу, что только не было, общая физическая подготовка, плавание, и это все я, как говорится, да, карате, не, не карате, уши, вот, а сейчас, сейчас ситуация не меняется, как мы знаем, люди остаются такими же, какие они были в детстве, ничего не поменялось, у меня, мне иногда трудно сосредоточиться, потому что у меня раздирает куча увлечений, и вот, например, на данный момент я, ну, во-первых, сейчас самое главное увлечение, это пока моя работа, то есть я, мне нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится, знаете, самый кайф я ловлю украшать кого-то, вот, мне понравилось делать женщин красивыми, ну, говорю женщин сейчас, потому что, ну, мужчин же не накрасишь, поэтому, а вот накрасить женщину, что-нибудь ей такое подобрать, мне нравится, вот, я не говорю, что я прям такая супер мастерица в этом, нет, я только учусь, да, но я учусь, во-первых, этому, во-вторых, мне кажется, у меня немножко получается, вот так вот, и просто мне это нравится, вот, понимаете, мне нравится смотреть, как ей подойдет тональный крем, просто жалко времени в магазине на это немного, да, потому что, ну, ну, понимаете, да, время – деньги, вот, а вообще по-хорошему, конечно, я бы с удовольствием делала женщин красивыми, мне это нравится, я хочу, я прям, знаете, принципиально в душе хочу всех женщин сделать красивыми, вот, чтобы они, знаете, прям вот, вот прям, чтобы эти мужики, чтобы эти рты свои подкрыли и прям и вот пачками валились, женщины прям выходят, и каждая красотка, а у этих, чтобы вот прям все челюсти отвалились на асфальт, вот я что хочу, девчонки, понимаете, вот это мне нравится, вот это мое увлечение, скажи прикол, да, вот так, ну, это честно, мне нравится. Дальше. Потому что, знаете, девчонки, у нас женщины незаслуженно обижены, вот правда, и когда я иногда смотрю, что за границей делается, и как там женщины живут, последние мне прислали видео из Испании, я сейчас вам скажу, по-моему, в Испании, как женщины, прикольное видео, но оно у меня опять, такое буря чувств вызвало эмоций, короче говоря, там типа, как испанские женщины, может, вам тоже прислали, как испанские женщины протестуют против карантина, короче, бегут, бежит целая армия голых испанских женщин по улице, вообще голых полностью, и тут, и тут, в общем, все голое, вот как вы понимаете, и они бегут всех возрастов, от девчонок молодых до пожилых совсем там женщин, не знаю, 75 лет, и они все бегут по улицам Испании, за ними бегут корреспонденты, снимают их, фоткают, видео снимают, из окон их снимают, слушайте, и никакого стыда, и никакого тебе ничего, понимаете, они потому что вот тут вот в голове чувствуют, что они вот, понимаете, вот они женщины, и это уже вот, понимаете, это уже достойно уважения, а у нас она и умница, и красавица, и стройный еще, блин, и на все руки мастер, и с детьми, и готовит, и все в каком-то говне девки, но у меня настолько это, понимаете, и все мужики ходят вот такие, блин, вот такие, знаете, гуси, блин, лапчатые, а наши все женщины это, поняли, да, о чем я, а то сейчас я на другую тему иду, и вот поэтому моя вся душа, она как бы требует того, чтобы женщин, чтобы они просто вот, понимаешь, хотя бы сопли по женщинам пускали, и слюни пузырями, вот, девчонки, объяснилось, поехали дальше. Так, ваши страхи, слушайте, ну это серьезный вопрос, я не уверена, что я готова ответить, у меня есть, по-моему, мне кажется, один единственный страх, ну, Влад, расскажу про детство, это можно, оно уже прошло, в детстве я, вот, Светочка, ой, туты, это, Галя боялась из Италии, Галя из Италии боялась темноты, в детстве я также, я, поскольку все детство спала с бабушкой, со своей в одной комнате, никогда не была одна, поэтому я помню очень хорошо момент, когда я вышла замуж, и муж начал ездить в командировки, и я оставалась ночевать в комнате, мы жили у его родителей, но его не было дома, то есть в спальне его не было, он был в командировке, и, слушайте, мне когда надо было ночевать одной, ну, то есть ложиться спать одной, у меня был жутчайший страх, я не могла, хотя рядом спал ребенок уже мой, Машка спала, да, но я очень сильно боялась, ну, это, мне кажется, вот с такой нервной системой, с подвижностью моей связана, я, хотя у него очень шумные родители, они слышали, я слышу, как они ходят по квартире, разговаривают, там, хлопают дверями, стучат шкафами, посудой, то есть там, вот так вот все, невозможно уснуть некоторым, но мне, мне было хорошо, потому что я, как бы, понимала, что есть люди рядом, я не одна в этой черной дыре, и мне из всех углов какие-то лезли, ну, в общем, я боялась жутко темноты, и, ну, потом я стала с этим бороться, боролась сама с этим, боролась очень смешно, первый раз мне пришлось с этим бороться, когда мы поехали в Ялту, это было, наверное, в году в 95-м, мы поехали в Ялту, я, моя Машка маленькая, ей 5 лет, мне 23, ей 5, и мой брат младший, а ему лет 15-16 было на тот момент, и муж снял квартиру на 2 месяца в Ялте, и мы жили в центре Ялты, значит, ну, на море вывезли ребенка, он не жил с нами, он работал, а я жила, как бы, одна, ну, с двумя детьми, то есть с ребенком и с братом, с моим. Вот, и вот когда мне пришлось остаться одной в квартире, в незнакомом городе совершенно, в незнакомой двухкомнатной квартире, я боюсь всех этих вот темноты, звуков и прочего, это было что-то. Мы жили на втором этаже, окна открыты, балкон открыт, я боялась, что влезут воры, что какие-то убийцы влезут, мне было очень тяжело, и я каждую ночь делала баррикады, страшные баррикады, мой брат ужасно смеялся, он спал на балконе, вот, но меня это не останавливало, я баррикадировала все, что могла, я баррикадировала все комнаты, испала с ножом под подушкой, и баррикадировала стульями, этими тумбочками и банками, думаю, если вдруг полезут, банки заскрипят, я успею взяться за нож, поэтому, в общем, с головой я не дружила с детства, но это было правда, вот это были страхи, но я поборола страх, потом позже это как бы все ладно, но потом я стала, вот уже мы, я в квартире одна ночевала, потом вот в этом доме уже одна, и понимаете, там его не было по полгода мужа, и я одна жила в этом доме с ребенком и с собакой, потом уже без собаки с ребенком, вот, а в доме жить, понимаете, да, когда деревянный дом, у тебя все скрипит, все ходит ходуном, вокруг все как бы темно, и это, в общем, особенно зимой и осенью, и когда дожди, это не очень прикольно, не все могут, но, в общем, я вот в итоге уже приучилась жить одна, и это все, это все я поборола. Страх, который у меня остался, один-единственный в моей жизни, я не могу вам его рассказать, он очень сильный, он лично мой и связан только с моей личностью, и я готовлю себя к тому, чтобы его побороть, то есть есть шанс, что он меня поборет, но я не хочу сдаваться, и я надеюсь, что все-таки я, не знаю, во сколько лет, но, возможно, я его все-таки поборю, ну, то есть если он меня сломает, то это будет очень печально, и процедуры для вашего тела, слушайте, я ничем таким не занимаюсь, процедурами, вопрос, мне кажется, не очень правильно звучит, наверное, что я делаю для своего тела, я не, кроме занятий каких-то вот физической активностью, я ничего не делаю для тела, никаких там обертываний, никаких массажей, ни, что у нас еще может быть, ну, никаких саун, бань и прочих вот таких процедур, баниологических там каких-то, я не делала абсолютно, и никогда не делала, почему? Я массаж, я не люблю, когда меня трогают, я не люблю, когда прикасаются ко мне чужие люди, и я даже, ну, поэтому я не делаю вот эти все процедуры, мне просто они, то есть у меня есть деньги их делать, например, те же курсы массажа, но я их не делаю, я не могу расслабиться на сеансе массажа, мне неприятно прикосновение, ничего, и я просто этого не делаю, вот, только опять же с этой стороны. А спорт, да, вот я люблю заниматься физической какой-то вот, да все что угодно, я очень люблю гулять, пешие прогулки для меня это просто, знаете, вот я могу в дуище гулять, одна гулять, мне не надо вообще компанию никакую, я спокойно совершенно могу уйти на два часа, ну, просто у меня муж, он дергает меня все время, нервничает, полчаса и ты дома, полчаса и не надо больше гулять, он не понимает, в чем можно ходить два часа, а вот, как бы, когда у меня есть такая возможность, то я, конечно, кайфую, я гуляю, и мне никто не нужен, я, наоборот, расслабляюсь, прекрасно себя чувствую, а так, вот велик покрутить, там, что-то там, в той же планочке постоять, там, прессик покачать, под музыку, под кинцо какое-нибудь, ребят, это вот любимое дело, ну, когда ничего не болит, уж это, блин, попа болит, знаете, как это, то тут, то там, то голова, то, вот, это, что касается тела, а для лица, да, вот лицом я занимаюсь, помните, я не занималась вообще лицом, то есть, опять же, ни процедур никаких, ни у косметологов, ни массаж лица, никогда в жизни не делала, ни одного раз в жизни не делала массаж лица, ни одного, а вот, как пошла работать, занялась этой темой, да, стала делать маски, стала делать, короче, уход у меня теперь number one, вот это я прям сейчас этим увлеклась, и еще дальше в эту тему вхожу, но, опять же, это нравится мне, и, опять же, я хочу это присовыкупить к своей дальнейшей работе, ну, потому что я хочу выше в карьерной лестнице расти, поэтому я, как бы, это все хочу присовыкупить к этой, и плюс, опять же, хочу, хочу, хочу украшать женщин, чтобы они были красотками, хочу им правильно рассказывать, как надо вот ухаживать за собой, продлить вот молодость свою, потому что они этого заслужили. Дальше. Знак зодиака, по-моему, не знает, только ленивый, вот этот вот знак, который вот такой вот, да, как этот, знаете, вот это, марионетки туда-сюда, туда-сюда, и все вот, а им надо бы вот так, а они вот все никак не могут вот так, но очень хотят. Весы. Весихи мы, короче, по жизни весихи. Дальше. Какое качество, а, какие качества цените в людях? Я, девчонки и мальчишки, как вы, наверное, поняли, я в людях ценю то, что хорошего есть во мне, а это порядочность, это честность, верность, чувство юмора, чувство юмора ценю. Раньше очень ценила ум, вот умных людей, в целом и сейчас ценю, но сейчас уже, знаете, поняла, что можно без этого в целом, ну, не совсем дурак, я имею в виду, человек, да, вот как бы можно без этого прожить, но если у человека нет чувства юмора, если у него нет каких-то, знаете, если он при этом есть чувство юмора, но он не порядочный человек, то это никому не надо, это все обесценивает. Поэтому верных и честных людей и с чувством юмора. Вот три качества, которые я ценю. Верность, честность и чувство юмора. Все, девчонки и мальчишки, пишите, ладно? Кому я передам эту эстафету, я напишу под видео. Надеюсь, было интересно. Пока!